В 2023 год. Доллар рухнет. Финансовые аналитики обнародовали три сценария краха американской валюты. 2024. А нельзя ли предъявить претензии к Америке из-за доллара? Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? На Геббельс ТВ всерьез озабочены. А у меня вот такой вопрос. А нельзя ли предъявить американцам претензию в том, что у них избыточное производство долларов? А что, так можно было, что ли? Да, вот они своими долларами все заполонили. Пора вводить санкции. Волна отказа целого ряда стран от доллара постепенно захватывает мир. Причина в излишнем желании США управлять миром за счет экономических рычагов. Мир без американской валюты. Миф или реальность? Однозначного ответа пока нет, но очевидно одно. Отказ от доллара уже начался. Уж более часто из Вашингтона дергают за ниточку под названием доллар. Этим и объясняется желание многих ее перерезать. Доля расчетов в долларах в России медленно, но снижается. За пять лет сократилась на 10% пунктов. В итоге, чтобы вывести мировую экономику из-под влияния Вашингтона, и поднялась волна отказа от доллара. Президент банка ВТБ Андрей Костин впервые публично предложил увеличить расчеты в рублях вместо американской валюты. Мы, в общем-то, никогда не задумывались о такой теме до тех пор, пока Соединенные Штаты не начали использовать доллар в политических целях. План у правительства такой есть и среди мир. В общем-то, преференции и послабления для компаний, перешедших в рублевую зону. Дело не только в нас, поверьте. Мы же видим, что в мире происходит. Вы посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе и ближайших союзников Соединенных Штатов. Долларовые активы сокращаются. Для того, чтобы сделать мировую экономику более устойчивой, более прогнозируемой, расчеты более эффективными и надежными, конечно, альтернативные пути будут найдены. Путин сказал о дедоларизации. Это неизбежный процесс. Слава богу, наконец-то, вот сколько лет об этом говорили, что этот процесс должен стать неизбежным. Наконец-то президент это подтверждает в ответах на вопросы иностранцев. Дедоларизация является одним из главных и основных условий сохранения суверенитета нашей экономики. Не только я, но очень многие люди поднимали тему дедоларизации. Но вдруг какой-то тумблер переходит в состояние вкл, да, и все вдруг начинают говорить о дедоларизации. При этом я в данном случае придерживаюсь крайне умеренных позиций относительно дедоларизации. В этом связи я всегда задаю три вопроса. Первый, а дедоларизируем мы что? Мы дедоларизируем российскую экономику, но она в значительной мере уже дедоларизирована. И действительно, если все время говорить о дедоларизации российской экономики, то у нормального, даже более-менее подготовленного человека возникнет вопрос о запрете доллара. Потому что ну куда дальше-то? Мы когда вчера обсуждали сегодняшнее мероприятие, сегодняшнюю пресс-конференцию, мне Дмитрий Сергеевич сказал, что убирают рекламы обменных курсов в некоторых городах, в том числе в Москве. И у граждан вызывает вопрос, с чем это связано. Не связано это с какими-то запретами хождения долларов. Ничего подобного нет и не будет. Хочу всех успокоить. Не последует ли за этим запрет на оборот иностранных денег? Вы знаете, если со специалистами сейчас вы поговорите, не с такими, как я, а с настоящими. Министерство экономического развития, Министерство финансов. У нас есть такие, Центральный банк. Они вам что скажут. Мы бюджет рассчитываем не в доллары, а в рублях. Как упала стоимость рубля, он немножко обесценился. На треть. На треть, на 30%. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Да что ты, черт побери, такое несешь. Проблемы возникают, они есть. Они будут нарастать, они будут ухудшать ситуацию. Но не только у нас, но и у наших партнеров. Если у соседа лошадь сдохнет, нам что от этого лучше будет? Ну, смотря какой сосед, и что у него было за лошадь, и в каких целях он его использовал. Долларовая система полностью себя дискредитировала, и доверие к доллару падает очень резко. Все больше и больше стран задумываются о том, чтобы избежать какой-либо зависимости от этой международной валютно-финансовой системы. Вам не нравится наш доллар? Мы пришлем авианосцы. Додолларизация в том виде, в каком ее пытаются сейчас осуществить, и в доллары вклады населения, не имеет ничего общего между собой. Американцы сняли маски и вдруг обнажили какой-то облик такого сверхдержавного хищника, который другим жить не даст. И люди начинают это понимать, очень многие. Политика глобального доминирования заставила задуматься иностранных партнеров о том, чтобы отказаться от доллара. Мы просто должны строить свою политику с учетом тех рисков возможных, которые вытекают из действия наших американских партнеров. Правительство ставило вопрос о дедолларизации. А, собственно, что вы имеете в виду? Что это будет означать для рядового человека? Означает ли это отказ от доллара, вот просто вот запрет его на операции доллара? Вот дедолларизация – это что? Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара. Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой. И никакого запрета на хождение доллара в установленных, конечно, законом рамках в нашей стране не будет. Вот есть куда более серьезные инициативы. Например, последний яркий пример – дедолларизация российской экономики. Ребята, расслабьтесь, доллар от вас сам отказался уже. Все, расслабьтесь, забудьте. У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. Газпром начнет выпускать стиральные машинки после потери европейского рынка. Для этого уже зарегистрировано АО «Газпром бытовые системы». А Роскосмос, интересно, в Галоши еще не начнет выпускать? Нет. Так это еще и не вечер. Мишустин показал китайский Чанган и сказал, что это российская «Волга». У вас где сейчас сделан руль конкретно китайский? Кто? Руль. Руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Руль пока китайский. Хочется, чтобы руль был российским. Значит, это же не так сложно, как и остальные элементы, правда? Это же не так сложно. Покупаем китайский руль от Чангана. Покупаем китайский напильник. Спиливаем слово «Чанган» на руле. Клеим туда логотип «Волга» и продаем как российское. В два раза дороже. Коллеги, да это не «Волга». Это просто дно какое-то золотое. Война – это мир. Свобода – это рабство. А «Чанган» – это «Волга». В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому «Джанкое». Размер пакета составляет 61 миллиард. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.